всем привет с вами танкист и мы продолжаем разбирать дуэли напомню что летаем на сервере перлога противник подбирается случайно в общем чате и соответственно крафты тоже разные зависит от того кого какие будут пожелать и сегодня у нас як 69 серии приступим начинаем бой схождение я иду немного вниз радиатор прикрываю на 50 процентов до конца их не закрывая потому что не считаю это необходимо все ждем схождения с нашим противником противник забрал немного вправо относительно себя значит будет скорее всего разворачиваться влево да так и есть идет с левым креном я и мы ему противоход мне так комфортней кто-то может сказать что это неправильно но я делаю именно так потому что с этим противником было принято решение еще на лагах стараться отзеркалить его движение чтобы хоть что-то ему смочь противопоставить вот здесь на втором схождении он по мне попадает насколько я помню сразу же падает двигатель меня уже идет черный дым то есть мне остается только дожевать и пытаться что-то сделать тяну за ним вверх пытаясь вот здесь до него довернуть но у меня это не получается закрылки выпущены скорость уже маленькая но удается но составить горизонте не клюнуть носом вниз это очень важно потому что когда ты клюнешь вниз потом очень трудно поднять и вот здесь пытаюсь уже из последних сил понимаешь что это последний шанс который мне необходимо реализовать и как мы увидели мне это удается кривая стрельба все как всегда нужно было как и сразу попадать но тем не менее мне удалось попасть и нанести критические повреждения против начинаем следующий бой итак старт следующего боя пишу своему сопернику что мы будем начинать каждый бой сразу как только завершили то есть авто старт то есть вышли в брифинг активировать кнопочка начать и сразу же начинаем на противнику мою вечер неоднократно вас повторю что он достаточно опытен я в дуэлях он это прекрасно знает и никаких проблем с этим не возникает здесь я думал что он пойдет в правую сторону относительно себя делать правую свою спиральку но я вижу мы заметили что он пошел через верх таким крутым боевым разворотом почти мельманом уворачиваюсь от его стрельбы первый раз здесь хотел вроде пойти на него но понимаю что я уже не до верну поэтому оставались остаюсь вверху давая ему возможность как говорится потратить свою энергию скорость у него как видите маловато самолет уже не настолько устойчив как хотелось бы поэтому прицельно уже точно пострелять по мнению удалось щит заработаем себе плюсики вот здесь вроде бы все скорости нет вроде бы все он свалился оп я уже у него в прицеле лови отлично такой переворот мне еще учиться и учиться но и я и мне удается перевернуться удачно на траекторию его полета и соответственно по нему пострелять начинаются ножнички такие небольшие будем пытаться как говорится друг друга убить на прострелах но все не так просто здесь вытягивает вверх него откуда-то уже достаточно скорости у меня ее уже нету я понимаю что не дотяну не желая вывешиваться при опуская носик и для того чтобы в этом момент не смочить его увернуться то есть когда он падает на меня я тяну вверх всячески пытаюсь уворачиваться не залетать к нему в прицел прохожу либо выше либо чуть ниже в попытке набрать скорость противник делает такой широкий маневр что позволяет мне остаться в его задней полусфере но должен заметить что оставлять як у себя сзади это очень опасно потому что як такой он как я уже неоднократно не сказывал свое мнение вертолетный да то есть тянет на закрылках тянет на скорости 150 можно стрелять на маленькой скорости прицельно что здесь и происходит я поднимаю нос скорость уже меньше ста но тем не менее он еще управляется управляется элеронами более или менее до управляется а педалькой и соответственно я могу производить прицельную стрельбу ну этот бой завершён днем опять повезло больше мне кстати данная дуэль так скажем да она показывает актуальность и важность третьей составляющей да то есть я до этого говорил что по моему мнению дуэли важно это пилотирование стрельба и как говорится немножечко удачи прошло вот у нас уже две дуэли вы можете наблюдать что попадание повреждение я получаю но мне немножечко везет больше где-то я все-таки не удается потом выдернуться и пострелять ну тем не тем временем у нас уже произошло первое схождение увидеть что мы встали в такой затяжной широкий вираж или восходящую спиральку наверно даже да я стоюсь немного сзади но при этом у меня будет как можно догадаться меньше скорость потому что противник идет более широким кругом так скажем да соответственно я тяну ручку сильнее и соответственно у него побольше скорости чем он сейчас и пользуется то есть он сделал парочку витков позволив мне окончательно слить свою скорость и тихонечко тихонечку начинает уходить наверх я же наверх не иду понимая что у меня скорости очень мало уже осталось пытаюсь за ним как-то там устоять удержаться в задней полусфере чтобы как можно меньше оставить ему комфорт попытался пострелять но противник не глуп он видел что он делал немного меня сорвало соответственно дал уже возможность пострелять своему противнику пытаюсь опять же до него доворачивать мне это не удается ну и дальше начинаются такие качельки или вертикальные ножницы как можно еще назвать пытаюсь также все еще отыграть угол отыграть ним возможность пострелять и вот здесь противник просто меня переиграл просто перетянул меня и соответственно и поимел возможность пострелять в отличие от меня пытаюсь вывести самолет из штопора почему-то мне это не удается техночат отключен возможно перебиты были тяги руля высоты поэтому вывести соответственно самолет из пикирования такого ответственного да или из любого пикиру уже не удалось по стандарту начинаем следующий бой все как всегда закрываем прикрываем радиаторы снимаемся от горизонта и ждем первого схождения с противником так противник близко планирую пойти сначала вправо но вижу что он пойдет другую сторону перекладывается на него в противоположную сторону и пытаюсь опять же его зеркалить здесь нет не очень удается он ушел гораздо выше вот эти все перекладки конечно лево вправо вот эта перекладка когда я другую сторону пошел опять за ним доворачивать они очень сильно мы тратим скорость растрачивать энергию и чем противник пренепременно начинает пользоваться уходя сразу же вверх отыгрывая отрабатывая при создавать себе тем самым преимуществом вот здесь я конечно тут просто обязан попадать ну скорости чуть-чуть самолет немного побалтывает но это конечно не оправдание потому что попадать было нужно получаю немного себе по хвосту но тем не менее остаюсь на крыле до пытаюсь опять за ним вытягивать вроде бы все вот уже решающий есть попадание хорошо пытаясь попасть в район перед так как или спрятан по корпусу вперед либо в район фонаря но обратите внимание как четко был выполнен переворот противник то есть имея практически нулевую скорость он смог развернуться на крыле не клюнув носом вниз да то есть тупо через крыло перевернуться и тем самым заполучил отличную возможность по мне подстрелять здесь я глянул что действительно нет хвоста выходить из штопора бесполезно и не имею никакой возможности поблагодарил за отличный показанный маневр моего противника и скажем так с огорчением и сожалению начинаем следующий бой следующий бой начат ждем первого схождения противник мой провалится немного ниже я решаюсь через лево боевым разворотом выходить вверх в надежде что он тоже пойдет в эту же сторону но как видите он пошел в другую я немного не угадал поэтому пытаюсь уходить сейчас наверх при отпуская ручку чтобы скорость моя не тратилась и пытаясь вроде как зайти за хвост тем самым заставляя его тянуть ручку как можно сильнее и тратить скорость здесь конечно стрельба не моя обратили внимание что после попадания мне даже пошатнуло немного вот пытаясь уже как говорится читаю о молитву пытаюсь все-таки вывесить его выжить как-то в этой ситуации мне это удается вижу что клюнул носом и иду вниз за ним здесь конечно очень опасно понимая что вот полученные попадания и при превышении определенной нагрузки хвост или крыло куда он там не попал может отвалиться но как вы видите видать на одном из прострелов я все-таки попал может по хвосту может перебил тяги руля высоты или направления но тем не менее противник вышел дав понять что он побежден да фраг не засчитали что конкретно там было и куда я попал чудо я даже даже после пересмотра этого 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 боя понять так и не смог начали следующий бой первое схождение на подходе вижу что он пошел вправо значит мне нужно влево чтобы отзеркалить его действия чем я и пытаюсь заняться здесь я понимаю что это него уже не доворачиваю то есть он на более выгодном угле ухожу от атаки ухожу вверх опять поворачиваю на него понимая что опять я не доверну для уверенной стрельбы опять ухожу через верх но тем самым теряю скорость поэтому приходится немного в горизонте повисеть через низ перевернуться и даю возможность тем самым да отдаю заветные градусы схождений отдаю своим противник все я уже превращаюсь такую небольшую мишень потому что скоростью меня мало противник меня клюет ему хватает радиуса разворота и энергии чтобы достаточно комфортно разворачивать на меня свой нос а я же только в надежде вот на таких контр-атаках его поймать что как видите мне не удается и вот здесь я хотел обратить внимание вот как мы разворачиваться то есть тупо через центр через точку центра тяжести да так скажем самолета через брюхо развернул нос на меня так что уверенно и очень точно по мне пострелял и опять то же самое из последних сил я понимаю что я уже почти трупик пытаюсь по нему пострелять неудачно вывесился а он спокойно развернулся и разнес мое крыло в щепки зачет очень комфортно очень качественные перевороты очень красиво и эффектно это смотрится то есть еще раз делаем вывод мне еще учиться и учиться у таких противников как я начинаем следующий бой видим как наш остаток нашего крыла все еще падает и ищем противника в надежде угадать что он будет делать в надежде дать ему достойный бой и так схождение произошло иду вправо противник тоже пошел вправо ставим опять такой широкий вираж я решаю что принял решение что буду стрелять на втором схождении пытаюсь это осуществить но из-за нехватки энергии и разницы большой угловой скорости мне точно это сделать не удалось в итоге энергия растеряна противник сверху и сейчас будет меня понемножечку пить так как вы наблюдаете небольшой рассинхрон все-таки у нас есть но так летать терпимо начинаются опять вертикальные ножнички стрельба на проходах как угодно можно называть энергии у меня меньше противник видя и зная это тянет соответственно вверх здесь пытаюсь прицельно пострелять прицельно пострелять удалось но большого и серьезного урона этой стрельбой и противнику нанести не смог теперь готовый сковороне и опустил но чтобы набрать скорость но он перевернулся так что оказался у меня сзади для меня это большой сюрприз я думал что будет клевать меня бум зумом но не преднамеренно свалив штопор или пускай это будет специально мне удается пропустить противника но тем самым я еще больше увеличу разницу в наших энергиях и даю возможность противнику еще дальше и выше от меня уходить для совершения переворота первый бум зум так скажем меня обошел пытаюсь его поймать на контратаке вот здесь он ошибается может быть его крутнуло он передержал ручку может быть просто чтоб меня потерял избегу но вот этим переворотом он как бы скажем так уничтожил все свои преимущества да и дал мне возможность хоть как-то закрепиться за ним закрепиться сзади и дал мне возможности попытаться по нему пострелять один раз это я это сделал мне этого не далось здесь он мастерски перевернулся и уже атакует меня но мне удается убернулся от его стрельбы пытаясь пострелять ему в ответ но из-за скольжения и смещение головы прицел был немного в другом месте нежели думал я да зато вот здесь я хорошо уже подаем мы видим что потекло топлива и продолжаем с ним работать на пропусках на ножницах вертикальных ножницах размазанных под полу бочках пытаясь друг друга укусить как можно больнее я вроде как немного здесь под успокоился потому что нахожусь сзади в энергии нас практически одинаковые может быть даже у меня чуть побольше поэтому достаточно комфортно себя здесь чувствую и пытаюсь доклевать противника такими большими прострелами но как выясняется потом рановато я начал расслабляться противник силен в таких казалось бы безвыходных ситуациях знает что делать и вот здесь вы видите что он пропускает меня так я до него дать ему а он по мне попадает как можно заметить попал мне двигатель потому что идет черный дым обороты начинают у меня уже падать снижаться прыгать и мне ничего не остается как пользу использовать последний скажем крайний шанс для того чтобы попасть по нему попасть удается выйти из уже после перевороты испекированный противник не смог возможно был ранен возможно просто сорвало самолет тем не менее он упал и победа остается за мной чему я несказанно рада начало следующего боя ждем первого восхождения предполагаем что делать противник и пытаемся ему сопротивляться выхожу опять правым боевым разворотом противник идет широким более широким сохраняя свою скорость но тем не менее вот здесь на меня доворачиваем и даже попадает для меня это немного странно мы видим что топливо в нем уже течет а как раньше выясняется что и масло радиатор пробит фонарь начинает запотевать так скажем дополнительно получаю еще и не оставляя себе как говорится другой возможности иду в лобовую одно попадание противник горит двигатель у меня еле живой кто сможет теперь мне сказать что удача в дуэлях не важно можете судить за кстати вот и сообщение противника который считает что со мной согласен полностью что она фортуна улыбается я с ним полностью согласен потому что из такой задницы как я выходить как скажем победителем это без удачи никак так первое схождение тем временем состоялась мы на боевых разворотах правых оба опять лобовая но чем неудачи только так либо здесь уже как говорится поймал удачу за хвост да или наоборот как написал против партуна к нему развернулась пятой точкой поэтому мне везет больше нежели ему не могу понять где он ну судя да по всему он уже вышел потому что но попадание быть такие серьезные для двигателя переходим к следующему ждем первое схождение пытаюсь найти противника видел наверное он только появился появится много поющим меня сразу я его заметить и не так он и ходит немного левее относительно себя пойдет вправо соответственно я тоже пойдет давно вот на этой перекладочки которую я сейчас сделал вправо потом влево и если учесть что я был развернут немного правее а разворот начал делать влево и дает возможность противника на втором схождении уже по мне открытие стрельбу то есть для меня раньше уклоняюсь как могу в надежде что у него нет энергии ухожу выше в принципе я и других вариантов здесь пока не вижу противник тем не менее вложился весь в бой чтобы развернуть фортуна к себе лицом и и процент разнес мой самолёт в хлам начало следующего бой ждем первого схождения итак противник рядом я еду и продолжаю этим же креном этим этим же виражом на него схождение второе схождение он уже имеет возможность по мне пострелять немного попадает это пулеметиком я продолжаю тянуть вверх скорость у него маловато но он хорошо чувствует самолёт и вот здесь конечно я очень рисковал надеюсь что он не дотянет но риск как говорится в этот раз была правда пытаюсь послать ему ответочку поднимаю на него нос стреляю мимо пытаюсь удержаться сзади опять пытаюсь пострелять нет не пытаюсь пострелять даже потому что понимаю что не дотянул продолжаем наш затяжной вернее никак не затяжной наверное да такой широкий широкое состояние вираже противник мастерский набрал скорость более широким виражом и через верх вынуждает меня сливать мою скорость успевая при этом по мне даже пострелять я получаю повреждение повреждение не очень критично потому что я хотя бы ничего это уже пытаюсь пострелять ему в ответочку но угловая скорость повреждение взято неправильно неправильно рассчитана угловая скорость в верхней мертвой точке убираю обороты чтобы поскорее перевернуться и здесь еще раз по нему попытаться пострелять но опять же чуть-чуть надо было брать мне кажется больше повреждения для того чтобы по нему попасть тем не менее остаюсь пока с возможностью в положении с возможностью выполнять такие небольшие прострелы хоть это и пока безрезультатно но тем не менее лучше атаковать безрезультатно чем постоянно обороняться потому что оборона она конечно съедает и силы и морально давит когда у тебя висит противник сзади поэтому считаю что я в более выгодных положений нежели мой противник но не будем забывать что противник грамотный опытный вы видите как он медленно-медленно совершаем так скажем петлю да заходит ко мне на 6 то есть по дуэлиж с таким противником как этот вся моя теория как говорится о том что противник як на 6 это очень страшно и нельзя это допускать как видите оказывается можно но это разность в классах дуэлянта да здесь все таки удача ко мне вернулась зажав гашетку и поработав ручки и педалями мне удается попасть по хвосту отстрелить руд направления а соответственно без руля направления как известно самолет уже не самолет начинаем следующий бой прикрываем радиаторы идем на схождение и соответственно ждем пока противник с нами поравняется так противник рядышком высоты у нас практически одинаковые пошли противник идет тура же мы соответственно пытаемся его отсеркалить но он доворачивает более интенсивно опасаясь что он сейчас будет ввести открою стрельбу я ухожу немного выше у него скорости меньше поэтому доворачивает он до меня гораздо легче и ухожу вверх но на этот раз удачи не на моей стороне а на стороне противника и пара попаданий вызывает пожар на его двигателя ждем очередное схождение и начало боя как говорится начало наших карусили так схождение у нас произошло я ухожу половой спиральки вправо противник идет тоже вправо но боевым разворотом и заметив это я тоже все таки пытаюсь пойти немного выше и даже зачем то пытаюсь по нему пострелять тем самым растратив окончательно всю свою скорость потерял немного противника обглянувшись по сторонам его нашел и уже приходится теперь обороняться пытаясь пытаясь убежать вверх но получаю несколько снарядов по самолету и в кабину пилот ранен практически самолет уже не управляется двигатель поврежден как вы можете наблюдать черный дым двигателя идет но здесь уже я абсолютно даже не то что нет шансов на таком даже не осталось никаких шансов на сопротивление то есть ну он ватный самолет ватный ни хрена не видать двигатель поврежден через 2-3 минуты он станет поэтому решаю уже так скажем сдаться закончить это избиение младенцев и перейти к следующему начинаем следующий бой прикрываем радиаторы и идем на встречу своему противнику пытаясь разогнать свой самолет ждем первое схождение противник уже хорошо заметен мы снижаемся с одинаковой практически фритикальной скоростью то есть сходимся практически на одной высоте иду вправо по локоть спиралечкой вверх вижу что противник забирает более круто вверх решаю на этот раз до него не доворачивать а приопустив ручку идти тоже вверх пытаясь здесь вернуться ну на этот уворот соответственно потратилась энергия скорость и я остаюсь почему-то где-то здесь внизу пытаясь удержать самолет работаю педалькой ручкой чтобы не уйти ниже противника не провалиться мне это немного удается но ненадолго здесь меня немного завалило свалило не преднамеренный так скажем начало штопора да то есть срыв потока и прям крестом развернулся к своему противу заметив это он по мне пострелял и выровнялся в плане тангажа и набрал скорость смотрите как далеко и высоко он ушел но вот здесь почему-то как-то медленно он начал спускаться я не знаю почему ну короче завершил здесь грубейшую ошибку дав по мне пострелять может быть думал что у меня уже нет скорости и у меня нос направлен вниз поэтому решил сделать еще виточек через верх но как вы заметили да мой нос был в горизонте я достаточно уверенно сопроводил цель и на этот раз достаточно для меня точно смог произвести стрельбу следующий бой стартует начинаем свое стандартное схождение ждем приближение противника и начало боя так схождение состоялось я ухожу правым пологим боевым разворотом вижу что противник и идет практически той же траектории что и я только противоположно так скажем приопуская ручку ухожу наверх он до меня доворачивает и вот здесь вот я через верх пытаясь уйти ну соответственно трачу свою скорость вижу что у него скорости тоже недостаточно пытаюсь провисеть как можно дольше чтобы как можно позже упасть мне это удается вы видите что после того как мой нос опустился вниз противник оказался ниже меня и его но с его самолета тоже внизу опустился вниз соответственно я выигрышный позиции вот здесь он классно уходит выше здесь еще раз казалось бы вот все нет меня начинает сваливать его тоже но я вовремя удерживаю самолет в нужном мне направлении и мне удается практически в упор попасть в крыло противника старт следующего нашего поединка следующего нашего боя и ожидаем с каждением первое схождение состоялось и вот здесь я не до конца понимаю вернее столкнулся с таким новым силом схождения не очень понимаю как с ним как ему противостоять да но ничего как говорится голову больше не пришло как только встретить его на подъеме и по нему пострелять но тем не менее расстояние было такое приличное скорость у нас еще пока большие поэтому точно положить снаряды не удовольствием в отличие вот от этой лобовой да противник опять через низ набирает скорость уходит остается в этом же вираже да уходит через низ выпрыгивает вверх не давая возможности по себе пострелять то есть он видит где мой мозг и проходит выше него чтобы не попасть в прицел я же оставаясь в такой полукосой петле пытаюсь опять же на проходах по нему пострелять здесь в надежде что я уже проскочил в надежде что он по мне не попадет а я на следующей битке до него доверну совершаю ошибку да то есть не стал стрелять а увернулся а противник соответственно кинул мне пару пулек в двигатель и как можете слышать как можете видите двигатель дымит как можете слышать обороты уже неустойчивые двигатель практически уже загнулся противник не торопится он понимает что это уже конец близок видите да что не пытается резко меня доворачивать а дожидается определенного выгодного для себя положения как будто это уверенно проводит по мне стрельбу и мне ничего не остается делать только как прыгать очередной бой стартовал и это будет крайне крайне дуэль яки с этим соперником ну надо уже бежать по делам так уже более 30 минут без перестанов вывылимся а ожидаем очередного схождения схождение состоялось я ухожу вправо боевым вправо боевым и ждем смотрим что будет дальше дальше он доворачивать пытается на меня я ухожу выше огонь мимо я увернулся доворачиваю разворачиваю с него здесь возможно я совершаю ошибку и шву мимо а вот здесь уже уже не могу висеть получаю меня аж немного потряхивает понимаю что у него тоже нет энергии переворачиваю скорее на него и казалось бы вот уже все но нет противник понимая что вывешивается начал переворот немного раньше и успевает от меня сбежать понимая что до него я не доворачиваю не смогу никогда вернуть ухожу над ним вверх жду пока у него закончится энергия упадет скорость и он опускает носик вниз вот он это делает и вот здесь непростительный промах из-за которого так я скажу наперед да благодаря которому соответственно я и сливаю такой то есть здесь нужно использовать каждый свой шанс если не используешь ты его использует твой противник и опять попадание мой двигатель принимает основную часть дамага на себя и соответственно практически сразу выходит из строя то есть мы слышим что он уже не идет на максимальных оборотах на максимальных оборотах он уже троид так скажем да работает с перебоями и не заставляет долго ждать чтобы остановиться сопротивление здесь уже практически бесполезно потому что ну все двигатель встал тем самым наша дуэль с этим противником завершена ну дальше мы соответственно я соответственно благодарю за проведенные бои за проведенные дуэли было реально интересно есть чему поучиться и соответственно будем стараться на сегодня это все всем спасибо за просмотр спасибо за лайки если кто их вставит и кому то понравилось на будущее сейчас будет немного проблематично со временем и поэтому я выложу просто свои дуэли которые я когда то хотел там озвучить да там есть все и мое унижение и мои победы ну кому будет интересно можете посмотреть до конца марта пока с озвучкой будет проблематично предлагаю следующий вариант то есть периодически будут выходить стримы на стримах буду отвечать на вопросы если у кого то такие возникнут будем пытаться найти себе противника и подуэлить если в скором будущем запустят вот и возможно даже если у кого то будет желание там или потребность так скажем да то можем подуэлить со зрителями да то есть я там скину адрес ТС Керпил может зайти как говорится зритель может зайти пообщаться и соответственно подуэлиться ну как я сказал на сегодня это все всем спасибо всем удачи